МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события дня в программе новости Сургут-24. Здравствуйте в студии Анастасия Маскаева. Вот несколько тем этого выпуска. В Сургуте за беснешний сезон. На субботниках горожане убрали 1500 тонн мусора. Этого хватит, чтобы наполнить доверху 100 грузовиков. Как мотивируют жители бережнее относиться к порядку? Скоро снова за партой. Почти 3000 сургутских школьников провели каникулы в лагерях гненного пребывания. Какие программы предложили ребятам? И Сургут присоединился к Ночи искусств. В этом году всероссийская акция в Югре проходит под слоганом Россия объединяет. Приурочена она ко Дню народного единства. Зима, похоже, пришла. Сургут сегодня ночью накрыл снегопад, обещанный метеорологами. О том, что так произойдет, синоптики рассказывали в нашем телеэфире в последний день октября. Накануне Ханты-Мансийск накрыла метель, которая спровоцировала несколько аварий. В крупнейшем городе Югры всплеска ДТП полицейские из-за выпавшего снега не отмечают. С начала суток до обеда произошло 8 столкновений, о которых водители сообщили в ГАИ. Это немного. Пострадавших среди людей нет. Добавлю, что по прогнозам метеорологов снег продолжит идти и в выходные, и на следующей неделе. А о том, что зима вступает в права, говорит грядущее похолодание. В начале ноября, с 1 по 3 ноября, у нас будет проходить очень активный циклон. И пройдут очень обильные осадки, может быть, до сильных даже. И с 4 числа, когда он начнет отходить, уже будет чистый снег у нас идти, произойдет похолодание с 4 ноября. И там ночные температуры уже где-то минус 5, минус 10 будут, будет уже повсеместно. А дневные тоже будут отрицательнее, 0, минус 5 градусов. Накануне обильного снегопада в Сургуте прошел последний субботник сезона. Впервые за последние годы погода позволила провести уборку города в ноябре. Участие в ней приняли около 300 человек. Это сотрудники администрации, муниципальных и образовательных учреждений и школьники. Местом для наведения порядка выбрали улицу энергетиков на участке от Меликорамова до Энгельса. Этот год, отметили в лесопарковом хозяйстве, был богат на экологические акции. Всего жители своими силами привели в порядок территории общей площадью чуть более 150 тысяч квадратных метров. Это и обочины улиц, и зеленые зоны, и береговые линии. Самыми грязными, конечно же, являются берега водоемов. Сургут традиционно участвует в всероссийской акции «Вода России», проекта сохранения уникальных водных объектов, где мы убираем береговые зоны, водоемы в черте города. В этом году мы убрали 60 километров таких зон. За сезон, начиная с конца апреля, в Сургуте провели 18 экологических акций. Это и выставки деревьев, и субботники. Участие приняли более 10 тысяч жителей. Собрали полторы тысячи тонн мусора или 100 наполненных доверху мешками грузовиков. Это, конечно, отразилось на внешнем облике города в лучшую сторону. В лесопарковом хозяйстве с сожалением отметили, что в Сургуте меньше мусорить не стали. Стали больше убирать. Именно поэтому специалисты и приглашают жителей на такие акции, чтобы побудить бережное отношение к родным улицам. Из новшеств в этом году с инициативой своими силами благоустроить город выступили спортивные учреждения, молодежная палата Сургута и представители движения первых. Они своими силами покрасили три моста. В парках Засайма и Кедровом логе подчинили несколько скамеек, привели в порядок малые архитектурные формы. В общем, идет тенденция развития эковолонтерства, потому что нужно воспринимать город как свой дом. Это наш дом, мы должны здесь следить за порядком. Первое – это, конечно же, не мусорить, ну и убирать, наводить порядок на тех участках, где замусорены. Всем большое спасибо горожанам, кто откликается, принимает участие в наших акциях. Конечно же, весенний период, ждем всех. Обращаться, прошу, в лесопарковое хозяйство. Как я всегда уже говорю, наверное, многие знают. Подберем территорию, локацию, обеспечим всем необходимым. В Сургутском районе обсудили эффективность работы с предпринимателями. Уже седьмой год в муниципалитете внедрена система оценки регулирующего воздействия. Ее цель – выявить и устранить в местных правовых документах все то, что затрудняет работу бизнеса и процесс привлечения инвестиций. На очередном собрании инвестсовета Сургутского района рассмотрели новую партию актов. Всего за этот год специалисты изучили 250 различных положений и внесли 25 замечаний и предложений, большая часть из которых в итоге принята. Муниципалитет входит в тройку лидеров Югры по работе в этом направлении. И не раз был отмечен Департаментом экономики региона, как территория, добившаяся значительных успехов. Помимо этого, бизнес также поддерживают и рублем. Только в этом году на развитие предпринимательства в Сургутском районе выделили 17 миллионов рублей. Это субсидии, гранты, поддержка в виде компенсаций на приобретение оборудования или на оплату арендных платежей. Такие практики приносят плоды. С каждым годом число компаний растет. По данным на 2024 количество представителей малого и среднего бизнеса перевалило за 10 тысяч. Также предприниматели создали более 13 тысяч рабочих мест. Скоро снова за парты. Почти 3 тысячи сургутских школьников провели каникулы в лагерях дневного пребывания. Площадками для досуга традиционно становятся образовательные учреждения, где для детей организуют всесторонний процесс развития. У каждого лагеря свое направление деятельности. Среди них техническая, креативная, медицинская и другие. Помимо этого, организуют курсы по подготовке к экзаменам для девяти и одиннадцатиклассников. Конечно же, сегодня в школах города создана возможность и школы говорят о единстве. И 4 ноября посвящены отдельные занятия и даже одна из смен. В гимназии Салманова совместно с союзом отцов сургута проводится обсуждение и просмотр фильмов краткометражных. В рамках международного фестиваля детского кино. И это все дает возможность ребятам получить новый формат общения с интересными людьми. Так, к примеру, в одной из точек, где дети могут с пользой провести каникулы, уже долгие годы становится технополис на улице Рабочая 43. Юные сургутяне в рамках образовательного интенсива «Ананаград» могут научиться программированию, конструированию роботов и летательных аппаратов. Выполняют у ребят и практические задания от градообразующих предприятий и частных компаний. Также для детей в каникулы провели мастер-классы и лекции по оказанию первой помощи, занятия на культурные и патриотические темы. Школьники признаются, что с радостью возвращаются в технополис. Нам предлагалось разработать материалы, рекламные материалы, которые популяризировали бы среди молодого поколения идею о том, как беречь природу и заботиться о своем здоровье. В частности, это был рекламный ролик, это были брошюры, которые содержали в себе ссылки на ресурсы «Экоцентра.точка». Это был телеграм-бот, который также в себе имел эти ссылки. И это была маркетинговая стратегия по развитию идей о бережном отношении к природе. Развивать творческую активность и профессиональные качества учителям. В Барсовской школе 300 педагогов со всех поселений Сургутского района стали участниками традиционного единого методического профильного дня. Тема этой встречи – эффективные средства и современные подходы к организации образовательного процесса. В этом году, стоит отметить, в муниципалитете начали работу два психолого-педагогических клуба – детский сад и школа «Навстречу друг другу». И успешный школьник «Зарослеем вместе». Цель сообществ – выработать общие принципы учебной перепреемственности на всех этапах образования от дошкольного до среднего общего. Буду выступать с мастер-классом, который называется «Подготовка квестов путешествий в начальных классах». Для меня это хорошая площадка, где я как раз таки могу показать другим педагогам, чему я научилась. Может, они для себя что-то возьмут, да? Или же наоборот. Я для себя, так же вот до этого я говорила ранее, для себя узнаю что-то новое и интересное. Так же у нас происходят новые знакомства, как вот у нас, например, сегодня это произошло. На площадках педагоги разбирают в том числе то, как изменились школьные предметы. Труд, технология вместо ОБЖ, основы безопасности, защиты Родины. Рассматривают на примере ряда кейсов и то, как выйти из той или иной конфликтной ситуации. Кроме общения, обмена опытом, говорят участники, это заряд на дальнейшую работу. Впервые организовали коллаборацию молодых учителей и студентов педагогического отряда Клюкова из СурГПУ. К встрече присоединились и ребята, желающие стать учителями. Идея сделать день открытых дверей для будущих наставников принадлежит главе Сургутского района Андрею Трубецкому. Важно, что у нас сегодня 15 представителей высших школ. То есть представители и Сургутского государственного университета, и Сургутского педагогического университета. Они всегда помогают нам во время проведения. Что получат учителя? Первое, мы, конечно же, знакомим с теми новшествами, которые происходят в государственной итоговой аттестации. Мы разбираем и прорешиваем с педагогическими работниками олимпиадные задания и по физике, и по биологии, и по географии, и по математике. Мы затрагиваем вопрос искусственного интеллекта с учителями информатики. Сургут присоединился к Ночи искусств. В этом году всероссийская акция в Югре проходит под слоганом «Россия объединяет». Приурочена она ко Дню народного единства. В музеях, историческом парке, культурных центрах, галереи и арт-резиденции запланированы десятки просветительских мероприятий. Пройдут они в течение нескольких дней. Накануне акцию открыли в Сургутском краеведческом музее. Как это было, смотрите в нашем следующем сюжете. Всероссийская акция «Ночь искусств» в этом году буквально пронизана духом патриотизма. Это не случайно, ведь приурочена она к предстоящему Дню народного единства. Накануне торжественное открытие состоялось на площадке перед Центром патриотического наследия. Участники движения «Первых» провели танцевальный флешмоб, исполнили патриотические песни. Мы стали участвовать в «Ночи искусств» уже давно. То есть 11-й раз мы проводим эту акцию. Традиционно, когда утвердили праздник «День народного единства» 4 ноября, эта акция стала приурачиваться именно к этому празднику. Поэтому здесь для нас важно соединить и контент «Ночи искусств» и «День народного единства». Акция стартовала сразу на трех площадках Сургутского краеведческого музея. В музейном центре, купеческой усадьбе и центре патриотического наследия. На каждой из них сургутяне смогли принять участие в квизах, мастер-классах и играх, а также побывать на экскурсиях по действующим экспозициям. И синий, разделяю дом на две части – жилыми комнатами и нежилыми. Кухня, куда мы с вами отправимся? Программу составляли с учетом мнения посетителей и культурных учреждений. Мало кто знает, но готовятся сотрудники музея к таким мероприятиям задолго до их официального открытия. И все активности продумывают до мелочей. Как рождаются эти все мероприятия? Это творчество наших сотрудников. Они у нас молодцы. Они не только историки. Они умеют придумывать. И, конечно же, мы ориентируемся на то, что интересно нашим посетителям. Самое главное, что мы хотим, чтобы наши мероприятия были познавательные, просветительские, чтобы человек ушел наполненный какими-то знаниями и интересными фактами. В Купечевской усадьбе, например, гостям подготовили театральный подарок – постановку сказки о театре актера и куклы Петрушка. С коллективом у музейных сотрудников сложилась уже давняя дружба. Для удобства сургутян акцию культурное учреждение проводят в разные дни. До 4 ноября можно будет побывать в Сургутском художественном музее, в Старом Сургуте, арт-резиденции «Квартира», в культурном центре «Порт», галерее «Стерх» и парке «Россия. Моя история. Югра». Антонина Сахарова, Татьяна Расторгуева, Максим Кучеренко, Сургут-24. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. Увидимся на наших каналах. Не замедляй свой ритм. Сургут-24 и теперь в ВК-видео. Детское радио. Детское радио. Радио-радио. Познавательно, развлекательно, увлекательно. Песни, сказки, игры. Детское радио. Для детей и взрослых. Авторадио. Крупнейшая коммерческая радиостанция и несомненный номер один в автомобилях. Нас слушает множество людей. Ведь Авторадио – самая узнаваемая радиостанция страны. Радио-рекордсмен, которое любят и которое цитируют. На котором любимые программы и проекты. А еще Авторадио – это доказанный рост прибыли рекламодателей до 69%. Радио слушают. Авторадио любят. Семь важных плюсов Телеплюс. Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. Телеплюс. Для любимых абонентов. Включено все. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Субтитры создавал DimaTorzok